Юбилей Брестской областной федерации профсоюзов – это не только повод для празднования, но и возможность переосмыслить свою работу с поправкой на молодое поколение, объединить силы в стремлении к новым высотам и обменяться опытом с коллегами. Федерация профсоюзов Беларуси на сегодняшний день самая опытная общественная организация страны. В целом, профсоюзному движению Беларуси в следующем году исполнится 120 лет. И вот в системе профсоюзного движения, которая объединяет у нас республиканские отдельные отраслевые профсоюзы, 15 профсоюзов, 24 тысячи первичек по стране, 89 областных организаций, 502 районных организаций. Особое место в этой системе занимает наше объединение профсоюзов. Сегодня в системе Федерации профсоюзов Беларуси действует 6 областных, Минское городское и 137 районных городских объединений профсоюзов. Эти организационные структуры Федерации созданы для того, чтобы быть центрами профсоюзной жизни в конкретных регионах, координировать, контролировать работу профсоюзных организаций и направлять их на выполнение соответствующих задач, которые ставятся руководящими органами Федерации профсоюзов Беларуси. Брестское областное объединение профсоюзов, которому исполняется 75 лет, конечно, в этой всей системе занимает тоже особое место. На сегодняшний день в Брестской области действует более 3400 первичных профсоюзных организаций, а это трудовые коллективы. И, конечно, сегодня с учетом и этой знаменательной даты, и тех традиций, которые были заложены ветеранами профсоюзного движения Брестской области, и тех задач, которые стоят в целом перед профсоюзным движением в связи с законом о Всебелорусском народном собрании, законом об основах гражданского общества, мы должны сегодня поговорить на юбилейных этих мероприятиях о том, чего удалось достичь и какие задачи еще предстоит нам решать. Профсоюз активно взаимодействует с органами власти и работодателями, представляя интересы работников и внося предложения по улучшению трудовых отношений и социальной защите. В своем докладе председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук отметил перспективы работы с частными предприятиями и важности такого документа, как коллективный договор. Что такое профсоюз и почему придается ему столь важное значение, я думаю, что мне объяснять вам нет смысла, учитывая разные причины. Вместе с тем, я вижу четкую такую устойчивую, не очень правильную позицию, когда трудящиеся не понимают, что такое коллективный договор. Многие выплаты, которые идут через коллективный договор, они воспринимают как просто какое-то личное субъективное желание нанимателя. Они не до конца понимают, что профсоюз через коллективные договора решает огромнейшее количество социально-экономических и прочих задач. Поэтому вся наша задача сейчас направлена на более широкий охват профсоюзного членства. С 2015 года создано 1304 профсоюзных организаций, из них более 80% в организации частной формы собственности. В рамках торжественного собрания награждены лучшие работники предприятий, учреждения, чьи профессиональные успехи и значимый вклад в развитие профсоюзного движения и ячеек заслуживают признания и высокую оценку. В профсоюзной сфере я работаю уже немало 18 лет. Но основная деятельность – это, конечно, работа, скажем, с нашим профсоюзным активом, с людьми. Вопросов очень много. Это у нас и оздоровление, это у нас и трудового коллектива, это у нас и культурно-массовые мероприятия, и спортивно-массовые мероприятия. Профсоюзный лидер – это, прежде всего, помощник. Это, скажем, спокойная обстановка в коллективе, дружеская обстановка в коллективе. Кто ее может создать? Профсоюзный лидер. Вот задача найти этого лидера. Иногда бывает это сложно, потому что там тоже молодые люди, и они, в принципе, никогда не были членами профсоюзного. Мы выбеждаем в этом. Я вам скажу, что за эти годы, это 8 лет, почти 9 лет будет, более 60 первичек мы создали. 85% – это частная структура. В этом году мы уже создали 9. Это нормально, потому что в прошлом году мы создали 13. То есть у нас, я не говорю, что мы должны поэтапно расти, что больше и больше этих создавать первичек. Нет, мы реестр свой имеем, он, в принципе, у нас уже как бы не то, что заканчивается, но мы выполняем то, что нам надо. Мы свои задачи выполняем совместно с местными органами власти. 75-летие Брестской областной федерации профсоюзов – новая ступенька в организации охраны труда. Она уже достигла множества положительных результатов и будет и дальше создавать благоприятные условия для жизни и работы специалистов области. Василина Буцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.